Более ста мотогонщиков из 25 стран мира. И все это не где-нибудь, а в Ивановской области. Поверить сложно, но это действительно так. В минувшие выходные в Семигорье прошел 11-й этап чемпионата мира по мотокроссу. Если в субботу участники вынуждены были ездить под проливным дождем, то в воскресенье погода им благоприятствовала. Финальные соревнования проходили в двух классах. МХ-2 для мотоциклов с небольшим объемом двигателей и самый зрелищный МХ-1. Победил в этой квалификации итальянец Антонио Кайроли. Или Супер Тони, как зовут его на родине. Это было нелегко. Трасса очень сложная, соперники сильные. Плюс ко всему было несколько ошибок на старте. Но все-таки у меня получилось. И я рад, что одержал эту победу. В гоночной трассе итальянец остался доволен, как и организации чемпионата в целом. А он в этом толк знает, ведь завоевывал чемпионский титул аж три года подряд. Организовать мероприятие такого уровня без заминок практически невозможно. Но у ивановских властей это получилось. Мы работали с федерацией. Мы работали в первую очередь с нашим главным партнером и спонсором. Мы работали с комитетом таможенным Российской Федерации. Потому что нужно было все эти мотоциклы временно растаможить. Потому что, естественно, каждый спортсмен приезжает со своей техникой. Это невозможно выступать на технике, которую они не знают. И у нас, конечно, была работа очень серьезная. Это сейчас просто вот такой праздник на три дня. Но, с другой стороны, мы понимаем, что эти усилия, они оправданы. И дело даже не в том, что мотокросс один из самых зрелищных видов спорта. Просто такие вот мероприятия поднимают престиж региона. Причем не только на российском, но и на мировом уровне. Нам, конечно, не хотелось бы, чтобы наш имидж формировался только из телеведущих канала НТВ, которые теперь работают у нас и как бы позиционируют нашу область в, так скажем, неоднозначном виде. А теперь мы можем говорить о том, что чемпионат мира – это действительно наш определенный бренд. И мы будем проводить эти чемпионаты мира. А значит, у Иванова появляется новый бренд. Теперь это не только родина Первого Совета, город-невест или провинция, подарившая стране легкомысленную свету курицу, но и центр технических видов спорта. Наталья Романова, Андрей Сенеболков, РТВ Иваново.